Продолжаются увлекательные приключения Virtus.pro на лиге OGA Dota Pit Друзья, шествуем по лозерам И, как мы видим, с каждым разом С каждым следующим матчем у ребят из Virtus.pro Получается все лучше и лучше И вот смотрю я на драфт И вспоминаю первую карту Сейчас вижу вторую карту Вот это Ember Spirit Storm Spirit для No.1 Соло на Рубике Вот этот вот Марс, который появляется для Resolution Знаешь, как это называется? Это называется Virtus.pro Хотят очень сильно выиграть этот турнир Вот как я это называю Когда пикается такое количество Сигнатурных персонажей без экспериментов С максимально надежными линиями Это значит, что Virtus.pro Просто очень хотят выиграть этот турнир Ну или как минимум серию Путь предстоит долгий, если они победят сейчас Потому что дальше Liquid сегодня Дальше проигравший в паре OG Secret Если пройдут Liquid В общем, придется еще слишком много серий Сыграть ВП Но это ВП, они способны на это Они по нижним сеткам умеют добираться До самых высоких строчек Ну и Phoenix Mars Все правильно, мета Мета, сильная линия Пока не показывают своих главных персонажей NIP снова пикали первыми И в этот раз, конечно, взяли себе героя понадежнее Посильнее Шейкер все-таки персонаж ситуативный На нем нужно уметь исполнять И на нем нужно уметь правильно действовать на старте игры Ember Spirit же, ты просто его берешь Ты его можешь спокойно брать на ФП И этот герой практически всегда зайдет Ты его можешь ставить в легкую линию Конечно, конечно В легкую, в мидл, в сложную, куда угодно На четверку, если захочется Но здесь наверняка это будет корпозиция Посмотрим куда А вивер наверняка будет саппортом опять Но в этот раз я очень надеюсь, что появится саппорт Который сумеет все-таки быть полезным Еще и на лейнинг стадии Осталось 5 секунд Это уж ама А это не стандарт А че не стандарт? Ну в патче не популярен Всего лишь Видишь Ember Spirit Ты видишь вивера Хочешь взять тебе, конечно, контроль Вот тебе контроль Shadow Shaman А вот и Clockwork В ответ на этот контроль На этого Shadow Shaman Чтобы не душил сеткой Тоже по-своему логично Ну вот такая пара саппортов Вивер, Clockwork тебя устроит? Ну вот опять Пятерка вивер Да Или Clockwork все-таки смещается на третью позицию Как тебе нравится И мы получаем Еще одного саппорта Кто тебе сказал, что мне это нравится? Вчера ты говорил? Нет, это был единственный один случай Когда пик был у соперника такой Что хотелось получить Clockwork 3 Это был единственный случай из миллиона А так Clockwork 3 видеть, конечно, не хочется Вообще вивер, Clockwork Собственно, если это пара саппортов Они будут просто смотреть на каких линиях Они будут наиболее полезны И уже от этого подстраиваются Кто из них четверка, кто из них пятерка Вот Четвертый пик от команды Virtus.pro Phoenix, Mars, Shadow Shaman Раз пик выглядит очень убедительно пока Хорошие персонажи друг с другом здорово сочетаются Что дальше? Я когда шамана увидел, подумал, что NIP могут вспомнить про Пугну Во-первых, они с ним играют И по-моему играли в самой первой серии Против команды Liquid В групповом этапе И побеждали с ним Да, на третьей карте Там был Вивер, там был Бистмастер Там был Пугна Просто вард очень сильно мешает Героям Virtus.pro Особенно шаману какому-то Тут не сможет долго в контроле держать Он будет очень много здоровья терять После любого скилла Войд Спирит Ну, не дали Эмбера Возьмут Войда Опять, да, персонаж для Скорее всего, Нувана Это играть На этом герое можно, опять же, засноуболиться Можно делать нонстоп-убийство И куча-куча-куча вариантов сборок на этом персонаже Единственное, что, конечно Если вот идет противостояние в центре Эмбер Спирит против Войд Спирит Читается, что Эмбер немножко посильнее, конечно Моя линия центральная, один в один Не то, чтобы Войд Спирит прям Что? Тоже хотел об этом сказать Ну, мы с тобой много матчей просмотрели И как-то сделали вывод, что Эмбер Ну, где-то 80 на 20 побеждал Примерно в процентном отношении Если они один на один стояли Просто по крипам более богатым выходил Эмбер Да, да, вот именно в этом разница То, что Эмберу просто проще Крипов добивать соперника зоне Там понятно, что на самом деле Все выравнивается буквально от одного успешного ганга От героя, который немножко отстает Прямо сразу, мгновенно Вот, и оба будут гангать, и оба активные Ну, на Эмбере просто играть поприятнее Чем Войд Спириту против Эмбера, соответственно Так, ну это вообще не факт на самом деле Что они встретятся на центральном коридоре Так, предположение Потому что посмотрим, что там Эмбер дальше доберут Есть еще какие-то просто невероятные истории о том Что Клокверк тройка, Эмбер четверка, Вивер пятерка Я в это верить вообще не хочу Но надо все-таки Надо все-таки такой вариант тоже рассматривать Пусть ее, может быть, будет не самой популярной Так, ну что, четвертый пик на IP Интересно, конечно, как так получилось То, что Virtus.pro два раза закрывают драфты Ооо, Энигма Ультимативно, конечно Но это вариант из разряда Если что-то пойдет не так На базе будем сидеть долго И будем рассчитывать на Midnight пульсы и Black Hole А линия получится Энигма плюс Клокверк Осталось 10 секунд Видимо Осталось 5 секунд Здесь в таком случае нужен Энигма, как от Зая вчера БКБ, Блинк Может быть, не Кра вначале Без Аур Потому что без БКБ он не кастанет Black Hole Никогда в жизни Энигма Ну и какой-то сильный кэрри для NIP В идеале Или персонаж в middle, чтобы Эмбер был кэрри Лина Лина, интересно Лину не часто в бан отправляют Ну и, кстати, вопрос о том, что Эмбер Спирит действительно мог пойти на легкую И Войт Спириту было бы, наверное, не очень круто стоять против Лины Лина, герой, который большинство матчапов выигрывает Жутко напрягает центр Чтобы этого избежать, чтобы у Нувана была комфортная линия Решили Лину забанить Идея, я думаю, в этом Мы рассматриваем вариант DV Веркерри вообще, нет? Нет, не рассматриваем Лефтиллер появляется Так Ну ты знаешь, Лефтиллер пока хорошо Не сильно боится шамана Неплох на линии против этих героев Может Ломать Супернову Атак спит у него сам по себе хороший Осталось 10 секунд Вот почему-то читалось на самом деле Очень часто Лину любят пикать в морфа Считается, что этот герой может искать морфлинга по карте С каким-то шедоблейдом И просто выключать его с прокаста То есть они настолько планировали брать морфлинга Что боялись то, что Лина может появиться раньше, чем морфлинг на закрывающий Ты прикинь? То есть вместо Лефтиллера по плану Virtus.pro могла появиться Лина И они тогда не смогли взять морфани, поэтому Лину забанят Кстати, да, хорошее замечание Это очень странно Ты же всегда тогда можешь передумать и взять вместо морфа код Другого, если выдел Лину Это просто, знаешь, говорит о чем? О том, что Нуван просто очень хочет на морфинге сыграть Вот и все ЛТВ наводит спирита Ну, снова ЛТВ спиритов меняет своих В активная дота, идем вперед Вся дела, Нуван на морфинге, пофармит чутка Ну, понятно, что морфинг тут против Лефтиллера герой хороший Единственное, что, конечно, Нигма с Блэколом есть нюанс Можно морфинг будет ловить, можно будет убивать Ну что, это Клокер четверка Действительно, Сайберлайт, Эникма тройка Санейка опять Вивер, опять Саппорт Суприм, Эмберспирит, Митт И Чарли Лефтиллер, Керри Ну, команда Virtus.pro, понятно, тоже все Кто куда пойдет и чем будет заниматься, друзья Вот такие драст-драфты получились Ну что, больше веры стало в НИПе или нет? Для тебя конкретно По сравнению с прошлым драфтом побольше А давай в коэффициентах узнаем, как это выглядит От нашего партнера париматч На вторую карту 2.62 на НИП 1.45 на победу Еще меньше На Virtus.pro Вот так вот, да Было полтора в прошлый раз Ну, если матч берем в целом, то, конечно, понятно 1.12 тут на Virtus.pro За пятерку тут Даже за шестерку За коллектив НИП, то, что они смогут две карты подряд взять Веры в них нет от слова совсем Комьюнити не верит, букмекеры не верят Никто не верит Верят только сами НИП, наверное, в себя Если вообще и верят, да Потому что после первой карты могут уже разувероваться в свои силы Поглядим, друзья Поглядим Если вдруг легко получится пройти Команду НИП И Virtus.pro смогут сохранить по максимуму энергии По максимуму своих физических и моральных сил То дальше будет чуть-чуть попроще А это очень важно Я думаю, что если это будет снова так же быстро То сил там будет достаточно Это очень важно, да Не растерять вот на старте такого игрового дня Вполне себе продолжительного, да С учетом того, что если побеждаешь Тебе еще и в следующий матч играть Против соперника, который наблюдает за тобой В чем подряд Они-то отдохнули уже И у отдыха не будет у самих Virtus.pro Разница там между матчами будет 15 минут, не больше И ликвиды наблюдают за Virtus.pro Поэтому Virtus.pro здесь вот желательно Прямо вот выиграть легко Вот прям вот легко, чтобы и позитивно было Чтобы и не искали какие-то ошибки Внутри в своем исполнении Ребята из Virtus.pro после сыгранного матча Не выясняли что-то А просто уже настраивались на победу над Ликвид Напомню, друзья, сегодня следующий матч Именно против Ликвид будет играть победитель этой пары А закрывающая игра у нас сегодня Секрет Олджип Хотя, кстати, вспоминаю я турниры Ланы еще вспоминаю Давно это было, последний Лан Да, я уже не помню когда В таких ситуациях, когда вот такая сетка И такой формат Обычно как-то играл сперва матч в инерах А потом матч в лазерах То есть как-то старались давать Возможность командам всем отдохнуть Чтобы не было две игры подряд А здесь расписание такое Что оставляют на сладкое Что называется на финал Сегодняшнего игрового дня Именно Олджи Секрет Финал винаров Ну, по-своему тоже, в общем-то, понятно Зато побольше отдохнут команды С нижней сетки Потому что завтра Кому-то из них играть две серии Тоже верно Ну что, собираются баунтируны В этот раз по две Снова бегает А, это на этот раз Эра бегает Нашел Соло Поставил глубокий вард Между вышки на нижней линии И он еще вот так вот Он еще Соло пытается Какой-то Икару с Дайв выбить Соло, конечно, качать Икару с Дайв не захочет На первом левеле ХП потерял немного Но это не страшно Ну что, ЛТВ на Водит Спирит На легкой линии Керри Водит Спирит, друзья Давненько вы видели Керри Водит Спирита Да и подумайте Я, по-моему, от Сумаила видел Последний раз Сумаил последний раз Где играл на Керри Водит Спирит? Это, опять же, давно было Давно, да Не у нас на лиге Очень популярная эта тема Ну, геймплей на самом деле У ЛТВ такой В этой команде На первой позиции Что вот именно Такие герои, как Эмбер Спирит Как Водит Спирит Максимально хорошо подходят ему Много не требует Левел получил Сразу в бой Первая шмотка И тоже в бой Идем, развлекаем Играем от скилла А скилл у Игоря, конечно На очень высоком уровне Будет демонстрировать Будет раскрываться Ну что, морфинг в центре 7 на 1 Эмбер Спирит у нас 3 на 1 Вот как раз уже противостояние Морфинг против Эмбер Спирита Есть приоритет за морфингом Зачастую Морфинг Проблем против Эмбер Спирита Не испытывать Потому что если бы стоял против Воя Спирита Суприм был бы, наверное, попроще Против морфинга тяжеловато С другой стороны Что это может получиться Та же самая ситуация При которой была и в первой карте Где морфинг в центре был Вроде бы фармил Вроде бы стоял неплохо А вот его визави по линии Просто вшел и разносил линии То же самое может сделать Суприм Оставить какой-то момент морфинга в центре Ты стой, фарми Окей, я тебе все равно ничего не сделаю Но я зато пойду там, например Помогу снизу Энигме Помогу на топе там К тому же Лайфтилеру Который сейчас очень сильно пострадал 35 здоровья остается В целом, если действительно Суприм здесь свое получит И высокого левела выйдет С какими-то базовыми вещами То герой с боковых линий Героя ВП Они ему не сильно угрожают Он вполне может ходить Убивать по всей карте Под клока Да, это можно делать достаточно легко Под блэкхолл Энигмы Вивер разве что так себе помощник Но какой-то дэмэдж будет давать И Санэйка Чарли Чарли здесь должен Как можно больше фарма получать От него здесь многое зависит Если Эмберспирит будет бегать по карте Создавать ему спейс Чарли должен свое выформить И Быть угрозой в лейте Я не уверен, что Лайфстилер Может потянуть морфа В очень поздней игре Там в совокупности с блэкхоллом Энигмы Можно это делать Где основоплагающей способностью Будет именно блэкхолл Энигмы А не фарм Лайфстилера, да, скорее? Конечно От этого все будет отталкиваться Но интересно, как мы мыслят Санэйка, когда драфтят персонажей Потому что вот в такой же самой ситуации Когда ты видишь там Допустим Марса Видишь Феникса Ты понимаешь, что тебе суперновую нужно Как-то разрубать Тебе нужно будет Марса разрубать Вот в других регионах Мы бы, наверное, намекнули на какого-то Урсу Который сейчас более популярен Кто-то бы мог рассмотреть Рики Потому что он хорош против Марса В целом тут можно тоже сноуболиться Санэйка придумал лайфстилер Герой абсолютно непопулярного нынче Кстати, Рики вообще круто смотрелся в драфте Кто? Рики Против всех Практически Да Тут был хороший Вот теперь это закрывает Марса закрывает Ну я бы 100% не хотел играть на Рики Я знаю, что у меня вивер пятерка Я бы лучше сказал Лучше я пойду на Рики вон Супортить Стой сам на своем вивере на кире Сейчас мы с тобой два инвизиара Тут на линии будем работать Под один центре Вот, поэтому Ну где-то в Америке Наверное, выбрали бы Урсу просто Так бы играли Надеюсь, лайфтилер Посмотрим, как Чарли раскроется Вариантов-то было масса И выбрали именно этого персонажа Слушай, в центре что-то как-то Разогнался там Ноуан 25 на 3 Я смотрю У Эмбер Спирита 17 на 1 По крипу там все в порядке У Ноуана Два Рейсбенда Несет себе бутылку Четвертая минута С руной не угадывает Угадывает Суприм У него тоже бутылка У него один Рейсбенд Бутылка заряжена Теперь левел пятый Ну что, где-то левел шестой, наверное Седьмой ждет Идет в лес И через лес На какую-то крайнюю линию Куда можно прийти Первым закангать Чисто теоретически Где лучше топ Марса Чтобы шамана убивать Или вниз Все-таки Будет Спирита С Фениксом Вообще, и туда и туда хочется На топе Копье Курьера подрезает Санейко В спину за зайцем Так, ну какие-то странные Шеклз, конечно Чуть не похоже, что хватит урона Чарли еще и Фарифайр имеется Санейко теореме Спин зайца можно грызть Если будет еще один раз Инвиз от Вивера Да, убили Убили в любом случае Санейко фраг заработал Отлично, ФБ есть Как и в первой карте, да? Феросблад за Санейко На Вивере Все это знак Можно левать Лайфстилер Нужен фарм 18-19 на 5 У Энигмы, я смотрю Много денаев Это понятно Но не так много добито Чужих крипов Хотя, опять же Идет на равных С Войт Спиритом Который не досчитывается Части фарма ДТРа нападает на ЛТВ Периодически, я смотрю Не то, чтобы ЛТВ прям суперкомфортная линия Получается Тоже бутылка Тоже сапог Как в первой карте Два мидера покупают По бутылке Блеймер Шторм Теперь Войт Спирит Морфинг Катапульта подъехала Но под катапульту Запушить не получится Нет такой агрессии Нет такой атаки Саберлайт только Левел 5 сейчас Так, две сейдж-маски Нам намекают на Некрономикон Этой Нигмы Да, я так понимаю Первым слотом Да Суприм перепрыгивает Ноу Вана Забирая руну Волшебства Под носом Ноу Ван Ноу Ван С пустой бутылкой Сейчас Недоволен, конечно Но что поделать Это Эмбер Спирит Он чуть мобильнее На топе снова В этот раз Вивера убили 1-1 ВП сравнивают счет Пока у нас Самая бодрая линия Именно верхняя получается Там хоть какой-то экшен Снизу вроде как Тоже есть экшен Там Эра его создает Но пока без кровопролитий Все выживают Траквилбуцы У Эры фаст появились Второй левел только Левел-то, конечно, невысокий А ЛТВ на самом деле На шестом левеле Можно попробовать убить Через Блэкхол Если будут Эдолоны У него четвертый левел Обратите внимание Стал степов нет Вот на этой линии Обратите внимание Что Клокверк Экспо вообще не забирает У Сайберлайта То есть на этой линии Стоит Эмбер левел 6 ЛТВ четвертый Соло третий А Эра скромно второй Но при этом Энигма с очень хорошим уровнем И уже с Блэкхолом Манга есть Манга кушает Блэкхол есть Виртуз про интересно Надо понять Ну надо просто Подразумевать то Что Блэкхол мог бы Быть вкачен Не факт конечно Абсолютно не факт Не все Блэкхол на Энигмы На шестом уровне берут Но потенциально может быть Поэтому лезть под Энигмы Прям прыгать Наверное не стоит Слишком опасно Забавный Эмбер Спирит и Морфинг Оушен Харты Вбивают оба с леса Манговое дерево Кстати очень Крутая вещь Чтобы Энигма не тратил Он там покупал Себе пару раз Опа в центре атака На Эмбер Спирита Ракетка залетает От Клокверка Суприм здесь выживает Флэмгард работал Сразу на ремном Телепорт на базу Зарегенится Вернуться Пережил эту атаку Это очень важно Санэйка смещается тоже В район конечно же Спауна рун Поварап рун На Зайца начинает нападать Сформы повесил Подшикучи Дальше не пошел Испугался Опа снизу Точнее здесь На нижнем спауне Активные руны Зануваном Там руна не появилась Появилась на На верхней части Санэйка как раз Ту руну забрал Таким мидеры остаются Конечно без заполненной Бутылки Ничего за там страшного нет Так Санэйка опасная позиция Снова Заяц Заяц Санэйка Кто кого Пока Вивер чуть поинтереснее Смотрится в этой ситуации У Вивер то есть шансы Убить Санэйка У Санэйка в соло Шансов Вивера убить Просто нет Никаких Слушай ну вот вроде бы Столкновения были у нас У фрагов всего два Было сделано Девять минут И невидимо чтобы Суприм там активно Подключался Мы намекали на то Что у Суприма Есть такая возможность В отличии от морфинг Это морфинг Больше привязан там К ближайшему нейтральному Кэмпу К центральному коридору А у Суприм конечно Волен делать все что хочет Вариантов для Реализации своего персонажа У него великое множество Но пока тоже в районе центра Тут скорее к нему Тиммейты подключаются Иногда помогают Суприм видимо рассчитывает Что нужно сперва урну взять Вот урну возьмет И уже можно В духе АЛТВ С первой карты Так же вот Носиться по карте Хорошая кстати Роял Джелли находит Хорошую нейтральную шмотку Один заряд себе Второй кому Ну не Лассилиру что Я тоже думаю Не надо ему Энигма Атака с ней Глоквер О а там Зайц внезапно Подкрался незаметно И дает Шеклз Убивает Энигму Кого Кому дали Роял Джелли второй Я не увидел Лассилиру Традиционно решили Первой-второй позиции Опять Террая Л Джелли Армлей все таки Будет делать себе Чарли С армлейтом уже конечно Максимально боеспособный Товарищ Так ну и вот сейчас Вопрос о контроле Баунти Рун Зайц выходит здесь И раззонит соперника Две баунти Себе пытают засекьюрить Ребята из НИП Но Ван На руну Снова не везет Снова перепрыгивает Суприм Но Ван есть Вейформ Связать не получается Суприм снова Забирает Руну в особство Есть урна Пока зарядов Ноль естественно Суприма Ну надо подключаться Такая хорошая руна Под блэкхолл Куда-то выйти Мы вот так подгоняем Суприма А может быть и не стоит Вовсе Суприма Куда-то идти Да Ну фармишь Фармишь Ну пусть Фарми на весел Дальше тогда Тоже полезно Достаточно будет Может быть и В его помощи Особо тиммейты На крайних линиях Не нуждаются Кинейк Суприма 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 Под катапульту Конечно Пушить начинает Здесь могут быть проблемы Зайц стоит Очень хорошая позиция У него есть варды Санейка С формы набросил Нашел соло Там варды Кросс поставлен И опять Сабирлайта душат И помочь ему Никак не получается Зайц красавчик Второй раз уже Просто обезвреживает Сабирлайта За соло Гоняется Санейка Эмберспирит Приходит легкий фраг Заряд на уровне Получился Дальше ракетки Зайц пытается Уйти через телепорт Если чем сбиться Прима нет чейнов Он их не вкачал Размен один в один Плюс вышка для команды Найпи Плюс заряды Два заряда на урне Тоже довольно важно И варды тоже Пытается зафармить эра Ну тоже какое-то золото Знаешь Тут пять вардов сломал Плюс 150 получил Нормально Пойдет, да Хоть какая-то активность Хоть какой-то экшен Сабирлайт бедняжка Конечно, на Зайца Не может предусмотреть Постоянно Уже какая-то Вторая смерть 0-2-0 пока у Сабирлайт А блэкхоллов мы не видим Хотя вкачен был уже на шестом уровне Но применения не было Обратим внимание На глубокие варды Которые поставили ребята Из Найпи Но это скорее дела с Анейка Да, вот раз вард Два вард Куча инфы Там по поводу баунтера Правда, они не воспользовались Этой информацией Но зато видны перетяжки героев Далити бустеру Суприма есть На топе с Анейка Тут Чарли Находит Зайца Зайц, Хекс Год Церебьюк Свормы отбросили Свормы попадают Только по одному резолюшену И продолжения никого не будет Хотя вот Эра вроде бы здесь Но он пятого уровня И Хукшотта-то нет У него пятый с книжкой Что ли получился Да, но вспоминаем Как он стоял на линии Он же не мешал вообще Энигме получать экспо Ну да Эры как-то мало В этой серии Что на Шейкере Он там пытался Пол игры Вынести Свой блинк А так она Использовал разок Его всего лишь Телепорты пошли От команды Virtus.pro Много времени выигрывает Резолюшн Сан Рей в линеечку По троим Шеклосом удерживает Сан Эйка Моментально минусует его Эра Погоня ноу-ва На хосте идет Но Эру не должны отпускать Здесь таки не помешают Команде Virtus.pro Сделать еще одно убийство Дальше за Чарли Есть понимание Где он находится Варды поставили Просто на вышку Чарли Ну да Рейдж тп Ну вон С этим ничего сделать Не сможет Ответ на атаку Может быть снизу Соберлайт нам видит Лтв Но никто с оберлайта Не пришел Короче Не стали реагировать Вообще на такое Нападение команды Найпи А далее Отдали героев Просто фарминг Чарли снова Вот не может он Нормально нафармить Уже в который раз Даже не только В этой серии Отмечали мы проблемы Что Даже когда у команды Все хорошо Почему-то Чарли Идет на пятой На шестой строчке Почему Непонятно На тролле была Недавняя игра Где команда Выигрывает У команды Все классно А он бедный Это было вчера Против OG Неуверенная Дота Плей-офф От него Так вот Теперь на резолле Нападение Может быть успешным Слишком уж далеко Зашел роман Нет аванпоста Захваченного Командой ВП Чтобы сделать Татя Лепорты Загулял А теперь Так еще и на соло Соло есть и Карлс Дайв Конечно благополучно уйдет Руна спаунит Собирает Чарли Слушай Ну вот вроде бы И бедный Да ластилер С одной стороны С другой стороны Водит спирит И немногим больше Там надо По марфу равняться Эмбер спирит Пока не покупает Слоты там На урон Весел купил Дальше будем смотреть На его билд Будет ли это Выживаемость Какая-то БКБ обязательно Нужно брать Иначе один шаман Может помешать Слушай Это инфест бом Сейчас смотри В центре взрывать будут Ноувана Это Весел Это шанс Это Чейны Весел Это вейформ Это провал Ну как-то совсем Неуверенно Там Опять момент Кстати Эра сделал телепорт Все расступались В разные стороны Чтобы он хукшот дал У него же левел 6 Есть Но он уже настолько Медленно Приходил сюда Просто не успевал Он понимал прекрасно Хукшот отменил Ну попытка Не пытка Ладно Попробовали Напасть Не получилось Бывает В 15 минут Он руны контролить Приходит Стас Анейка Кстати Соберлайт Тоже здесь Прыгают Внезапно На Соберлайт Оставится Супернова Резолюшн Сможет ли помочь Второй астрал степ Диссимилейт Взрывают Еще Санейка Чуть не погиб Да Санейка 5 левел Эра Так Что придумает Хукшот Феникса Точно Ну супернова Нет Есть и Карус Дайв Недалеко Уходит Соло Эмбер Спирит Нашел Еще Резолюшн А не только Только его Забирали Можно убить Еще разок Есть арена Копье Дает Привязывает Я арену Поставил На сейф Просто Хорошо И снова Плохой Размен Для НИП Энигму Феникса А у Энигмы Кстати Все плохо С фармом Вот я смотрю Есть Некрономикон Шестая строчка Опять же Сравниваю С Займ Который вчера Там чуть ли не Первым-вторым Шел Пол игры В первые Пол часа Точно А ты там Билд не помнишь Брал Некрономикона Займ Да-да-да Там были Некра И дальше БКБ И Блинк Не помню В каком порядке То есть Некрономиконы Покупать нормально Вопрос опять-таки Как ты фармишь Получается Или не получается Ну и Хотя бы Каких-то выпадов Хотелось увидеть Да 16 минут Все-таки Ни одного Применения Блэкхолла 0-3-0 Кда Тоже говорит Не о лучшем старте Энигмы Конечно Вообще Вот так вроде бы Игра идет 6-4 Там какие-то Размены есть Все равно Там разница Всего лишь В два фрага А понимая Что морфинг фармит И ноуан еще Просто не включался В игру А когда он Включится И на пи Возникнут Огромные проблемы Обычно Когда ты играешь На Энигме И не планируешь Там часто С командой Подключаться Ну хотя бы раз Там даже Когда на тебя Нападают Может быть Стоит потратить Этот кулдаун Несмотря на то Что он очень долгий Чейнер Ух ты Хорошо А дальше И фармить На 3 минуты Фестбомп Но Эра промазала Хукшотом до этого Вообще Опять-таки Нападение Не получилось Как-то вот Не вяжется Не получается Играть легко Вот опять Позиция хорошая Но вот сейчас ЛТВ взять Чейны И быстро забрать Да Слушай ЛТВ даже ничего Сделать не успел Ракетка дальше Видна резолюшена С дабл дэмэджем Суприм Но это легкая цель Должна быть Уходит с целью Резолюшен На блинке Дальше Сканирует территорию Резолюшен просто Убегает по линии Вот опять Умерли Соберлайтед Убили одного Вроде бы Но потеряли героя Хорошо Рома сыграл Не стал Пытаться на периметре Карты уходить Через телепорт Просто убежал Через туман войны Там дальше Спрятался и ушел Найти его просто Не смогли Ну ладно Еще и вышку забирает Через варды Шадо-шамана Ну в общем да Где-то вот Что-то получается Сделать на IP Но это прям Колоссальными потерями По ресурсам Колоссальными потерями По времени В первую очередь И при этом Virtus.pros Сразу находит компенсацию Нигму убьем Вышку заберем И все равно Останутся в плюсе Морфа отпускают Очень сильно Уже и Эмбер Далеко от него Для Нувана Снова намечается Какая-то соль Если Команда не сильно Будет отставать Комфортная игра Здесь для морфинга Очень комфортная Только Энигма Действительно большая угроза Но Энигмы Пока в игре нет Энигма без БКБ Здесь Может не кастануть Просто Блэкхол Никогда Там если купит себе Аганим Например ЛТВ Понятно Кто главный Приоритет Для АВП Просто выключить Энигму Дальше Суперкрутого файта ОНИП не получится А дальше Со всеми остальными Можно разбираться К слову АБ ЛТВ Тоже надо посмотреть Да То есть Нет возможности Часто убивать Нет возможности Сноуболь Как это получилось В первой карте И надфорс тоже Конечно просел Пятым держится Он выступает Лайфтилеру Долгом фарма Не получает Играет Кстати говоря Безрем Тоже довольно Интересный Скиллбилд Юла пока тоже нет Появится Юл Будет попроще Конечно Сетапить фраги Можно даже Соло пытаться делать Снова Инфест бомб Вэру прыгает Лайфтилер Кукшот готов Ну что Приметится Четко дайд Зайц идет Вард Опа Тут соперники Вард поставил Инфу собрал Все нормально Будут ли за него драться Из Эрил Блейд Раскаст Вэру залетел И Карус Тайв туда же В арене два персонажа Таймлэпс Варене все равно Оказывается с Анегой Погибнет очень быстро Применен был Максимально хорошо Феникс выжил Переродился Дальше Резолюшн Прыгает Еще не конец Дальше Бэхол Бэхол Хорошо Хорошо Но Эмберспирит погиб Могут быть Размен Чарли бьет нормально Чарли дерется Убили резолюшн Хорошо Забрали еще ЛТВ Правда Морфинг остался В живых Но вот он Бэхол Хороший Если бы еще Эмберспирит Выжил Было бы вообще Великолепно Но ВП Сами пошли В авантюру Они пошли В меньшинстве Без шамана Шаман первым погиб Не поставил варды Контратака Планировалась Неплохая Действительно И там Снова Вспомню И отмечу ЛТВ Который поднял Эмберспирита Который должен был Сломать Суфернова То есть она успела взорваться Но не по таймингу Там немножко получилось Потому что Эмберспирит Упал по моему После того Как она взорвалась Но сам факт Что он спас Таким образом Соло ЛТВ И Эмберспирита Тоже убили На топе Соло фраг Пытался сделать Заяц И получилось бы Не быть там рядом Эры Размен должен быть ЛТВ здесь Рен он поставит Под вардами Все еще Очень много урона Получает Табрейсер хоть и имеется Долго его бьют Но он отвлекает внимание Для того чтобы ушел Хотя бы санейка Один в один Но шаман потратил варды Получается пустое Ну гораздо Гораздо лучше Война и пи Получается на этой карте Играть У них во-первых Фарм Ты посмотри какой За 20 минут Они уступают Только морфу Три героя И если санейка Все-таки доберется До аганима Не он пока Брейсер взял Там интересный момент Морфинг Нашел дабл дэмэдж Пошел бить Рошан Эмбер прочекал Опа Тут Влетел Влетел Спирит Пластеллер Влетает Ставится Супернова По арену Без шансов Леймер Спирита Просто стерли Нюанс Который хотел Поотметить Вот эти варды Которые здесь стоят В команде Виртус про О них Найпи Прекрасно знали С чего началась Предыдущая драка С того что Обнаружили шадо шамана Который уходил От этого спауна Очевидно что он Тут варды ставил Почему-то Найпи не проверили Пробежались по варду То есть спалил АЛТВ И в итоге Синициировал В итоге Фри Аегис Для команды Виртус про Но ванн забирает Себе Этот щит Нюанс Олег Рошан получился Вообще халявный Да На самом деле ВП понимает Что в отсутствии Блэкхолла Они могут делать Все что угодно И Вы просто разводите Один раз на Блэкхол И дальше Три минуты Хоть Рошана Вбейте Хоть драки Навязывайте Без Блэкхолла И на Эпи Гораздо слабее Фукшот Феникс Когами отзвонить Получить Немножко контроллер Да И салк Кипает Хороший влет Получился Ну и сломать Т2 Например Страшно Морфинга Егис Могут защититься Морф сейчас Покажется На топе Супер богатый Нуван Просто очень богат 11800 Надфорс Да Дальше 3 героя Команды Найпи Но морфинга Победить будет трудно Нужен Блэкхолл Морфа Желательно Поймать так Чтобы он там Не перекачивался В этот момент Желательно Конечно На Энигме Иметь какой-то Аганим При всем при этом Короче Короче Выйти в лейт Нужно кор Героям команды Найпи Тогда с морфингом Можно будет справиться Если вот такая тенденция Будет продолжаться Да Где знаешь Морфинг 1 С крутыми шмотками С великолепным фармом Но при этом У Найпи У трех героев Тоже все будет хорошо Они морфа конечно убьют У нас есть Хороший пример Сегодня в первом матче Где был Ника Бэби На морфинге С оверфармом У него было все потрясающе Но у команды Соперника Там тоже На трех героев Были хорошие слоты И в итоге Они этого морфинга Победили Раз за разом В три кора Напрыгивали и убивали Поэтому этот вариант Тоже может повториться В целом Но для этого надо Чтобы и Нигма Шмотки получал И Эмбер Спирит И соответственно Лайфтиллер А шмотки у них имеются А еще надо учитывать Что Вован По-моему Не собирается умирать В этой серии Вообще Что на прошлой карте Он там на шторме Развалил Без смертей Что сейчас идет так же Это аргумент Ну форма у него Дикая какая-то Серьезно Он последние два дня Очень круто исполняет Я могу сказать Что вот это Как раз Виртузпро Это та команда Команда ланов Команда плей-офф Да Скорее всего стадий И точно не каких-то Вот регулярок Онлайн лиг Где могут играть Не максимальную силу Вот такие команды Как OG Сикрет допустим Ну Сикрет ладно Они везде стараются Там ПП всегда потеет LGD Вичи Да Если мы берем Китайский регион И вот только дай плей-офф И они там начинают Максимально включаться Чтобы дойти там До финала Дойти до максимальной стадии Начинают отыгрывать на максимум ВП тоже могут Быть проблемами Групповой стадии К таким виртузпромы привыкли Медленно могут раскачиваться Потом если уж надо Зайти в плей-офф Плей-офф Заходим Что там уж Не занять последнее место Среди пяти команд Вот такая задача С ней в принципе Справиться легко А дальше Плей-офф по лузерам Да Ну Идти можно Нарисоль Вот это арена Думал Поймается Нейка ВП еще и Гранд-финал недавно Проиграли Проиграли 0-3 Своему младшему составу И я думаю Что сейчас Хотят реабилитироваться И в борьбе с топами Европейскими Дойти минимум До Гранд-финала Синициировали Нашли Эру В этот раз Ну Эра обидел В прошлый раз Зайца Теперь Зайц мстит 4 тысячи преимущества Тем временем Команды Virtus.pro Эти 4 тысячи Как раз таки в морфинге Постанем позиции Там все хорошо 25 минуты Контроль Баунтирун Хочу увидеть ответ От команды Пока вижу Желание выформить БКБшки БКБшки Решат ли здесь Проблемы все Не знаю Энигма купит Проблемы Энигмы По-моему да Сильно решит Поймали И он уже купил Он уже купил Но нельзя сейчас Умирать в команде НИП Как раз под БКБ На Энигме А умирает Вивер Ну ладно Это не страшно Там 30 секунд Плюс байбэк есть Эмбер Ушел Что надежда На Блэкхолл Мы просто прекрасно Понимаем с вами Друзья Что будет Если Сайберлайт Даст не очень Качественный Блэкхолл Или даже Может быть он даст Качественный Блэкхолл Но не хватит сил Убить команду Виртус Про Как только Виртус Про Получит информацию О том что Блэкхолла нет Там же все Там под фонтанами Будет просто убийство Нон стоп ВП сорвутся с места Их сейчас Такой сдерживающий фактор Это наличие Энигмы Да они могут Запрыгнуть далеко вперед Но нарваться на этот Блэкхолл И проиграть драку То что наверное Виртус Про Сейчас не позволяет Прям сорваться с места И убить соперника Так Хукшотом не попал Эринфест бомба Не сработал Лучейный есть Контр иницирует Резолюшн дал Неплохой копьё Шамана-то убили Он выкупается сразу И дальше Супернова Но вон пошел Превращается в ластилер Рейдж Блэкхолл В Морфлинга Пока не пьет Просто ограничивает его Драке Супернова перерождается Тут Агистан получает Энигму даже Сквозь БКБ Но вон на развороте Энигму Вырубает Пытается уйти на вейформ Он сам под Веселом Но на него даже Не обращает внимания Пытается справиться С остальными героями Чарли пошел В Феникса Убил его Зайц тоже лишается Своей жизни Умирают все толпой Тогда убить всех Кроме морфинга Вот она идея Дальше за ЛТВ ЛТВ диссимулейт На хайграунд Ракетка его просветили Баунти руну пока Просто игнорируют ЛТВ Но поймать видимо Просто будет нечем Хукшот 15 ТП от уман войны Не видно Было близко Но отыграли Найпи Блэкхолл был Был хороший Он не позволил Морфу там Разваливать людей Я бы еще Соло отметил Который Супернову Неплохую поставил Но сейчас Не хватает силы Остальным героям Виртус Про Помимо Морфа Очень мало импакта Сейчас от Войт Спирита Тяжело ему Слушай Ну какая ситуация Либо ты первым Нападаешь через Юл Фокусишь соперника Ставишь Ремнант То есть Суприм Успевает Уйти на реакции Отлично сыграно Так вот Либо ты нападаешь Через Юл Там делаешь Свою комбинацию Под Ремнант Либо все-таки Юл тебе нужно оставлять Когда ты сам получаешь Чейный Чтобы спастись Из-под фокуса В остальных раскладах Там нападает Энни Хироу И Ну Войт Спирит Просто не знает Куда деться Убивает Чарли грызет С дезолятором У него Фантастический урон Так Очередной инфестбомб Готовится Эра не всегда попадает Хукшотами Конечно Ну получается Но Ван должен В итоге Пережить Блэхол В какой-то момент И просто после Блэхол Убить всех Вот БКБ у него нет Ему тяжело Конечно Весел набрасывают Там Вот вроде бы После Блэхол Он там остается В живых Но все равно Какое-то количество Здоровья он теряет Это неприятно Успевать конечно Важно еще и Властилера Превращаться Нажимать рейдж У тебя фактически Иммунитет к магии Позволяет себе В том числе И Блэхол Пережить Но не всегда Это тоже будет работать Поэтому может быть Ну Вану стоит Призадуматься О покупке БКБ В этой игре Посмотрим Бегает Нейк Очень опасно Фукшот Вот и бомба Эх Не сбили ТП Лайфстилеру Или там рейдж был Там рейдж был Окей Ну размен получился Спорт в саппорте Ничего страшного Для обеих команд Сына и-ка Деньги появляются В центре А куда же пошел Резолюшн-то один БКБшки нет У меня тоже Это смерть Команды рядом не было С четырех сторон Он просто напален Резоль Марс Как-то не почитал этот момент Может быть конечно Была инфа из-за разряда Роман Пойди по спейси Мне чего-то не хватает Типа от Но Вана Не хватает на скаде Опа Санейка пытается переходить Ставится Сэндрик Санейка Таймлэпс И Таймлэпс Вернется прям под Но Ван А Но Ван дальше побежал Интересно Там за спиной Санейка Столько людей было И Блэк Холл Но Ван Еще и фармит Очень опасно сейчас Курьера Подрезал Мид Нормально Вражескую часть карты Пробежал Поймали Снизу Бежит Соберлайт Переждать Соберлэпс Соберлэпс Они не убивали Они будут убивать Да Есть Акарус Дайвс Ну куда в дате Акарус В него ТПшки Просто еще нет 6 секунд Тоже проблема Чейнами подвязали Но нет шансов спастись Просто никаких конечно Еще одно убийство В центре правда Прыгает Заяц Но Санейка Снова Заяц В столу пытается Убить Санейка Но ему не хватит А там Тайлэпса нет А это что куча То есть Варды в никуда Слушай Ну как-то вот Virtus.pro в этом желании По спейсе для морфинга Очень много отдач Да И вот очень много Ненужных выходов Ненужных смертей Абсолютно Пошел в Соло Марс Потратил арену Пошел в Соло Соло Потратил Супернову Пошел Шаман В одиночку тоже Потратил ультимейт Все это Не для чего Не для морфинга Не нападают на морфингу Купил себе Скадь То есть Есть во имя чего Умирать конечно Но стоит он того Потому что Ну конечно Но ван по фарму Отрывается все еще 18500 И этот отрыв растет От всех героев Команды NIP Но его тиммейты В очень шаткой позиции Находятся В экономике Интересный расклад Получается Я посмотрел сейчас На обдаленный коэффициент От нашего партнера Париматч Просто Вот так вот Даже сделаем О 1.45 На Virtus.pro 2.62 На команду NIP Показывай В NIP Все еще не верят Вообще Да то эти цифры Не поменялись Ну так еще Ничто нет То же самое Было на старте Там лотус У соло Неплохо Накопил Планирует шиву Левел 15 Берет 400 К здоровью Cyberlight После БКБ Планирует Сделать рефрешер Хорошо Как-то в 2 Блэкхолла убивать Аганим Сонейк тоже Наметил себе Полторы тысячи голды Остается Слушай Я вот давно Не помню Чтобы такое количество Инфестбомб Было использовано За игру Я честно говоря Уже говорил о том Что там Ластилер не часто появляется Даже когда он появляется Не часто используется Именно инфестбомб А тут прям Раз за разом То в Ember Spirit И то в Клоквер Ластилер садится И доезжают Ластилер 13 раз был И выиграл 60% игр Минус соло Очень быстро Что забавно В этой ситуации Virtus.pro знали Они же Ну Просканировали территорию Они убегали Кто-то под Тир-2 Клокверсер Но нашел цель Еще один минус Появляется Рошан Там Ластилер Родизоль имеется Поэтому в принципе Рошан достаточно быстро Смогут забрать Неужели Рейдинды Пойдут без Феникса Драться 4 в 5 Но Ван Кажется ведет Свою команду Сейчас к битве Прыгает На Морфинга Морфинг Начинает драться Вейформ В Энигму Энигма БКБ И Блэхоу И Блэхоу Мало здоровья Саленс получает И пробить Морфинга Не получается Вейформ Он просто уходит Инфест бомб Вивер до конца ХП мало Сформа набросит Энигма делает Байбэк Роставит Коги не самый удачный Прыгает ЛТВ Тем временем ЛТВ Может со Мейка добиться Мейк уходит ЛТВ погибает Тем временем Морфинг убегает Но за него Падает вся команда Кажется Эра Лоу ХП Дерется Резолюшн И Соло Они конечно Смогли справиться С Эрой У него байбэка Не имеется Чарли пытается Добить Соло Это возможно получится Копье от Резоли Да ладно Саберлайт Они убили Нувана Саберлайт убил Нувана Да он просто прыгнул В него на перекачке И Миндайт пульс дал Вау Вау НИП выигрывает Эту драку Там были байбэки Там был конечно От Саберлайта Байбэк Но от Резолюшна Тоже байбэк был Оно того стоит Если они забирают Аегис Морфинг без байбэка Ну изначально Выглядел идея Не самая удачная Без Феникса Идти в драку Но поверил Морфинг то что Хватит им сил Резолюшн Копье Опять контр инициирует Саберлайт И в этот раз Получает замедление Его же снова убьют Резоль очень много Помирает в последнее время БКБ Саберлайт На всякий случай После байбэка Умирать он точно не хочет Ну а товарищ Роман Ты погиб у нас После байбэка Это полторы минуты отдыха А это не хайграунд ли? Подизолятор могут попробовать 30 секунд без морфинга 80 без марса Да это вот так вот Резолюшн сейчас выстрелил Коврова Сперником Проходите Все правильно делал Он нашел Энигму Сразу же попытался выключить Саберлайт потратил Блэкхолл Но решение морфинга Напасть именно на Энигму Было правильным Очень правильным Команда видишь Не настолько сильна Чтобы пока морфинг Занимается Энигмой Чтобы хоть как-то дать бой Потому что Эмбер Спирит И Лайфтиллер По итогу всех потихонечку убивали И даже саппорта Было очень сложно забрать Еле-еле А сильный Клокверк И тот который тут тоже Мог отбежать в целом Но оставался драться до конца Просто-напросто А гоним на Вивере Начинается игра А не заканчивается ли эта игра уже? Вот что хочется спросить Ребята из Virtus.pro Как состояние ваше сейчас? Вы проигрываете уже по экономике Сейчас будет падать Рошан Они нажимают Смок Они идут без Марса Его нет 30 секунд Снова в численном меньшинстве Попытка подраться сейчас Есть Супернова, конечно Варды есть Морфинг Три слота Энигма здесь Блэкхол имеется Если что, держит позицию Феник залетает Лотусор просто ставит Тем временем Ломать Ломать Морфинг здесь Пытаться помешать Нет, Супернова взорвана Инфест сразу же в Суприма Прыгается, обирает Шикарный Блэкхол в двоих Сейчас зажимая ЛТВ Вместе с Морфингом Туда и хранить соперника Минус 4 уже суммарно Марс воскрешается Тиммейтов нет В живых только Шадоу Шаман Который пытается уйти от Зайца Саннека еще и найдет Этого Зайца сейчас Но кажется остановить будет Нечто Хукшот Нет, Хукшот своего Не дотянулся на Зайца Рошан упадет От рук команды Найпи Саберлайт ставит Точку в этом сражении Как минимум Может быть точку В рамках данной карты Друзья Есть высокая вероятность того Что счет в этой серии Будет 1-1 Саберлайт Которого Уничтожали Пол карты Который не мог Блэк Холл дать Первые 20 минут Вообще Сейчас Делает все Для того Чтобы его команда Выиграла И последний Блэк Холл крутой И самое главное Это в предыдущем эпизоде Где он убил После байбека Ноуана Это было очень красиво Ну и ломать Ломать Нет морфлинга Некому драться У Виртуз Про Некому Нет супернового Нет вардов Ну видимо После второй линии Придется отойти Снизу забрать не получится Там Тир-2 стоит Нюанс Тир-4 тоже не успеете Это опасно Или пойдут Не знаю Виртуз Про Сейчас Визу своего фонтана Могут отбиться Рейдж Блэк Холл Минута Нет Одну Тир-4 забрали Они понимали Что морфлинг Сейчас появится Небольшое пространство Именно для одного Тир-4 у них было Можно не торопиться Все в порядке У НИП сейчас Шикарная ситуация Рефрешу Саберлайта Отойти Что-то докупить Себе Там какую-то Кирасу Вот еще Лайфтиллера Суприм Аганим Там вообще Как-то Винкор Планируют сделать И потом Вот вызволить Соперника Из базы Поймать на нейтральной Территории Хорошенечко Подраться И уже Перемещаться На третью карту У Виртуз Про Один шанс Из миллиона Сейчас закомбэкать Да не уж Побольше Из миллиона Побольше думаешь Какие варианты Что должно произойти Чтобы они выиграли Драку сейчас Против Айекис Против Сыра Против двух Блэкхоллов Потенциально Убить Энигму Чтобы тот Не успел Нажать БКБ Энигма Не выкупится А потом Как-то на скиле Развалить Ну всего-навсего Но Ван Вперед На скилухе Разваливать Надо завозить Соляра Прямо сейчас Он не с командой Только А команда Начнет умирать Он делает телепорт Его тут видно Превращается в лассейнер Нажимает рейдж У тебя И Чарли не пробивает И нему прыгает Под БКБ Но Ван уходит Через Вейфорум Пытается остановить А там со спины Напали назад Заец поставил Конечно варда Свои проложения Не будет Ставится арена Пытается выключить Саберлайт А Саберлайт Рефрешер БКБ Инфест В него И на развороте Рефрешер БКБ В холл Как же они сыграли Сейчас ребята Из Найпи Этот Инфест чудо Гуд гейм Веллплейт Шикарная работа ТНайпи в последних замесах И они Отыгрывают Эту карту Это было стильно Уже реально В один момент Казалось Что Виртус Про Просто дожмут В этой серии Но У нас наконец-то Интрига Наконец-то мы увидели Матч Который ждали Весь день Это круто Это круто Но честно Ты когда спросил у меня Нравится ли мне драфт В этой карте У Найпи Сказал, что гораздо больше Чем в прошлой Гораздо больше Потому что Клокверк Другого абсолютно формата Герой Не как Шейкер Клокверк на старте Может быть очень полезен Энигма Который может перевернуть игру Лайфстилер Про которого почему-то забывают И герой вроде Не часто Пикается Но при этом Он выигрывает Очень много матчей Там 60 с лишним процентом Видрейт И Виртус Про Со своей